Медный всадник Медный всадник И серебряную медаль от Чеканины в память о торжестве Петр Великий встречающий гостей на Московском вокзале Установка памятника Петру Первому на главном железнодорожном вокзале города имела идеологические предпосылки, связанные с возвращением Санкт-Петербургу его исторического имени В 1991 году решено было заменить бюст стоящего там Ленина на памятник Петру Великому Проект разработал скульптор Альберт Чаркин совместно с архитектором Сергеем Михайловым За основу взяли несколько доработанную копию бюста, созданную в начале 18 века знаменитым Карло Растрелли Работы по установке проходили в ночь на 23 июля 1993 года От этого интересный факт Торжественного открытия бюста Петра Первого на Московском вокзале не было Утром жителей и гостей города вместо Ленина встретил Петр Открытие памятника Петру Первому в Кронштадте состоялось 27 июня 1841 года Модель скульптуры была изготовлена в 1837 году французским скульптором Теодором Жаком Голова царя открыта, лицо устремлено на запад Петр топчет выступающей правой ногой неприятельский флаг Под статуей декоративный бронзовый картуш с датой 1709 На лицевой стороне постамента вырублена надпись Петру Первому, основателю Кронштадта 1841 года На тыльной стороне оборону флота и сего места держать до последней силы и живота Яко наиглавнейшее дело Из указа государя 1720 года 18 мая Интересный факт Считается, что на памятнике Петр изображен в том мундире с шарфом и лентой ордена Андрея Первозванного Которые были на нем в день Полтавского сражения Памятник Петру Первому в парке Дубки один из самых молодых памятников императору Установлен в Сестрорецке 6 сентября 2014 года Его открытие было приурочено к празднованию 300-летия Сестрорецка Автор и скульптор Вадим Сазонов, архитектор Рафаэль Даянов Интересный факт Скульптурная композиция создана по мотивам памятника неизвестного скульптора Предположительно Леопольда Бернштама Установленного в начале 20 века у курс зала Сестрорецкого курорта И утраченного в результате наводнения 1924 года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok